Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы проводим заседание Президиума Российского Исторического Общества в расширенном составе. Я приветствую всех участников и благодарю всех, кто принял наше приглашение участвовать в сегодняшней встрече. Вначале несколько слов о текущей ситуации и наших ближайших планах. Знаю, что многие члены Российского Исторического Общества, как в Москве, так и в регионах, активно планируют мероприятия на весну. Уже в апреле нам предстоит отметить 60-летие первого полета человека в космос, исторического подвига Юрия Гагарина. А в мае широко отпраздновать 76-ю годовщину Великой Победы. Затем 13 мая отметим 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Разумеется, крупные памятные мероприятия будут приурочены и к 22 июня, 80-летию начала Великой Отечественной войны. С 4 по 7 октября в Москве по инициативе Российского Исторического Общества и Российской Ассоциации Учителей Истории пройдет первый Всемирный Конгресс Учителей Истории. Ожидается, что в нем примет участие более 700 педагогов из стран Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. На днях распоряжением правительства Российской Федерации был утвержден состав Организационного Комитета. Его сопредседателями стали министр просвещения России Сергей Сергеевич Кравцов и сопредседатель Российского Исторического Общества, наш уважаемый коллега, академик Александр Аганович Чубарьян. Продолжаясь работа и по многим другим направлениям, в ноябре 2020 года во всем мире, как вы помните, отмечалось 75-летие начала Нюрнбергского процесса. 1 октября этого года нам предстоит отметить годовщину его окончания. К этим круглым датам по инициативе академика Анатолия Васильевича Таркунова издана замечательная книга швейцарского исследователя Филиппа Гута, посвященная Бену Ференцу, последнему ныне живущему участнику Суда народов. Большим достижением видится и завершение многолетней работы над фундаментальным трехтомным трудом по истории Севастополя. Уверен, книга станет событием в общественной жизни нашей страны, даст богатый материал для новых научных дискуссий, будет большим подарком для жителей города и всех любителей отечественной истории. Издание уже в типографии. Рассчитываю, что тираж выйдет точно в срок к седьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в родную гавань. Пользуясь случаем, хотел бы выразить признательность всему авторскому коллективу, а также ответственным редакторам Юрию Александровичу Петрову и Екатерине Борисовне Алтабаевой. Уважаемые коллеги, как вы знаете, в прошлом году Российское военно-историческое общество и Российское историческое общество выступили с совместной инициативой о создании мемориального комплекса в память о мирных жителей Советского Союза, ставших жертвами геноцида со стороны немецко-фашистских оккупантов. Масштабный проект получил поддержку президента России и соответствующее поручение дано правительству. От губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича Дрозденко поступило предложение возвести мемориал в Ленинградской области неподалеку от города Гатчина. Знаю, что это предложение встретило понимание и в правительстве, но и это предложение поддерживают и Российское военно-историческое, и Российское историческое общество. Параллельно с созданием мемориала следует активизировать работу по уточнению объема потерь среди мирного населения Советского Союза в период немецко-фашистской оккупации. На сегодняшний день в науке в качестве общепринятой фигурирует цифра 13 миллионов 685 тысяч. В нее входит 7,5 миллионов преднамеренно истребленных карателями, более 2 миллионов погибших на принудительных работах в Германии и порядка 4 миллионов умерших от голода и отсутствия медицинской помощи на оккупированных территориях. Это, конечно, лишь приблизительные цифры. Некоторые историки полагают, что жертв среди мирного населения было больше. Периодически выявляются новые источники, совершенствуются сами методы подсчета. Важный аспект проблемы – это нехватка персональных сведений о наших погибших соотечественниках. Далеко не всех мы помним по именам. Моральная потребность в том, чтобы восстановить живую память об этих людях, неоднократно подчеркивалась президентом России. Допускаю, что в силу массовости злодеяний решить эту проблему полностью не удастся. Однако предпринять серьезные шаги в этом направлении нам вполне по силам. Предлагаю сегодня послушать, какой опыт наработан в ряде регионов нашей страны. Знаю, что достаточно полная книга памяти создана в Смоленской области. Определенные результаты достигнуты в Ростовской и Псковской областях. Думаю, всем известна книга памяти блокадного Ленинграда. Кстати говоря, формат, в котором эта книга сегодня представлена, интернет-портал, мог бы служить образцом и при создании общероссийской электронной базы данных. К работе над ней уже приступил Росархив. Полагаю, что этот проект в силу своей трудоемкости и несомненной значимости мог бы стать государственным делом и, конечно, совместным приоритетом для российского исторического и российского военно-исторического общества. Передаю микрофон губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу Дразденко. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, тема, о которой мы сегодня говорим, очень важна и цена для нас, ленинградцев, жителей Ленинградской области, Санкт-Петербурга. Ленинградская область была ареной непрерывных боевых действий, начиная с 8 июля 1941 года, когда фашисты пришли к Лужскому рубежу и заканчивая августом 1944 года, когда фашисты были изгнаны с последнего кусочка ленинградской земли, острова Гогла. Ленинградская область Ленинградская область была оккупирована войсками фашистов, но и на этой территории шли партизанские бои, было организовано партизанское движение, и все мы помним, что в самое голодное время, в декабре 1941 года, лужские партизаны доставили в осажденный Ленинград продовольствие. Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область Ленинградская область Поисковое движение, которое сегодня есть на территории Ленинградской области, возможность работать с архивными документами, подготовка к юбилейным датам книг памяти Ленинградской области могут уже давать нам с уверенностью новые данные. Мы видим, что необходимо провести новый современный анализ гибели мирного населения во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны и в частности в Ленинградской области. Мы считаем, что эта работа необходима и современные методики оценки потерь среди гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны обязательно должны учитывать все те новые факты и новые исследования, которые уже задокументированы. Должна быть учитываться и картина миграционных процессов, потому что не все угнанные фашистские лагеря вернулись назад. И, конечно же, необходимо использовать и зарубежные архивы, в том числе архивы Германии и других стран Второй мировой войны, которые были союзниками гитлеровской Германии. И, конечно же, наши архивы, в том числе архивы Федеральной службы безопасности. Помощь в оценке потерь среди гражданского населения, безусловно, может оказать реализация всероссийского проекта без срока давности. Что касается мемориала жертвам геноцида фашистского, то я хочу сказать, Сергей Евгеньевич, что на территории Ленинградской области был очень страшный конституционный лагерь. Лагерь, который показывает весь цинизм фашистов, которые говорили о том, что они культурная нация, они несут какое-то благо на оккупированной территории. Этот лагерь находился под Гатчиной, и в этом лагере находились дети. Это был детский лагерь. И не просто детский лагерь, дети находились там с одной целью. У них выкачивали кровь для фашистов, прежде всего для офицеров, для специальных войск, карателей, которые находились под Ленинградом. И фашисты очень боялись, что мировая общественность узнает про этот лагерь. Поэтому при отступлении все следы были уничтожены. Часть детей, которые были здоровы, они были вывезены в Германию. Остальных детей уничтожили, и мы до сих пор не знаем, какое количество детей было уничтожено. Но правду узнали, потому что часть детей была закрыта в одном из подвалов этого лагеря, их не успели уничтожить. И как раз эти дети были первыми свидетелями той страшной трагедии, которая происходила в этом концентрационном лагере. Я предлагаю мемориал создать именно на территории этого бывшего концентрационного лагеря. Потому что дети – это, наверное, самое теплое, самое святое, что может быть у человечества. Именно отношение к детям-фашистам как раз и говорит об их подходе ко всем человеческим ценностям, которые у них отсутствовали. И это действительно говорит о серьезном геноциде. Тем более, что этот лагерь находится рядом с культурными достопримечательностями мирового значения, такими как Гачинский дворец, усадьба Рождественная и другие архитектурные памятники нашей великой истории. Рядом находится город Санкт-Петербург, куда приезжают туристы не только из разных уголков нашей Родины, России, но и зарубежные туристы. И было бы правильно этот мемориал включить в туристическую программу с тем, чтобы наряду с нашей историей, с нашими памятниками, с нашей культурой, туристы увидели и правду, страшную правду о войне, Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, и страшную правду о блокаде Ленинграда, о Ленинградской битве. Спасибо большое. Большое спасибо, Александр Юрьевич, и спасибо за предложение, которое прозвучало, сделать этот мемориал именно в Ленинградской области, и вместе с такой поразительной, щемящей душой историей, мы обсуждали предварительно вашу идею, Сергей Евгеньевич, мы в правительстве, как и было сказано, и, конечно, ваше предложение достойно самого внимательного рассмотрения, мы не можем его не поддерживать. Тем более, что вообще инициатива региональных властей, степень их заинтересованности очень важна для строительства любого подобного масштаба мемориала. Просим вас соответствующее предложение оформить, тоже письменное, и нам направить. Еще раз спасибо. Я, прежде чем скажу несколько слов по поводу темы сегодняшнего выступления, временно возьму на себя функции ведущего. Прошу подготовиться Андрея Николаевича Артизова, руководителя Федерального архивного агентства. Мы сегодня говорим о потере мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Тема, это как ни удивительно, очень актуальная. Эта тема связана с геноцидом мирного населения Советского Союза в эти годы. И вот, готовясь к своему выступлению, я проанализировал самые разные источники, которые касаются, казалось бы, канонических цифр потери Советского Союза в годы войны. Удивительно, но окончательных устоявшихся железных цифр у нас нету по сей день. Попробую рассказать вам немного о методиках подсчета, как эти цифры вообще появлялись. И о чем мы должны говорить, оценивая совокупные потери мирного населения. Поверхностная цифра, как и было сказано, звучит 13,5 миллионов человек. Простая математика, общие цифры потерь 26,6 миллионов общих потерь, минус 8,6 миллионов прямых военных потерь. И минус так называемые косвенные военные потери получается от 13,5 до, по некоторым оценкам, аж до 18 миллионов человек мирных жителей. Разногласия, которые возникают вокруг общей цифры потерь, возникают из-за того, что, во-первых, используется разный аппарат категорий. Иногда спикеры не понимают разницы между прямыми потерями, косвенными потерями, демографическими, безвозвратными, санитарными. Все это весьма сложные категории. И плюс к этому мы должны понимать, что все цифры в таких огромных масштабах, когда у нас практически отсутствует возможность найти поименно каждого погибшего и выяснить обстоятельства его гибели, любые приводимые цифры носят расчетный характер, то есть они вычислены математически тем или иным путем. В настоящее время историки пользуются цифрами, полученными в конце 80-х годов, в 80-х я подчеркну еще раз, не в годы современной России, по статистике Госкомстата СССР, когда проводилась комплексная работа по уточнению числа людских потерь Советского Союза. Каким образом они вычислялись? Была посчитана численность населения на июнь 1941 года и на 31 декабря 1945 года. Почему 31 декабря 1945 года? Потому что надо было учесть тех военнослужащих, которые умерли от ран в госпиталях после войны, которые вернулись, освобожденные из гитлеровских лагерей, военнопленных, астербайтеров, а также репатриацию Советского Союза граждан других стран. Все эти цифры тоже были учтены. Как оценивала численность населения на 22 июня 1941 года? Была взята последняя перепись января 1939 года. К этой переписи было прибавлено число корректировки по рождениям и смерти за 2,5 года от момента проведения переписи до нападения Германии, плюс те территории, которые были присоединены к Советскому Союзу в течение 1939-1940 года. Итого получилась расчетная численность, довольно точная, 196 миллионов 700 тысяч человек. Вот если мы помним с вами по кино, нас 200 миллионов, всех не перевешивайте, это практически точная цифра. 196,70. Теперь, что касается цифры декабря 1945 года. Эта цифра появилась так. Методом обратной передвижки данных, следующей за этим переписи, максимально точной, уже 1959 года. Значит, были взяты все данные, точные, рождение смертей с декабря 1945 по моменту проведения переписи на 1959. Таким образом, численность населения на 31 декабря 1945 года определена была в 170,5 миллионов человек. Итак, 196,7 и 170,5. Из этих 170,5, я, к сожалению, вынужден округлять, поймите меня правильно, значит, из этих 170,5, 159,5 родились до начала Великой Отечественной войны. Таким образом, сколько составляет у нас общая убыль населения, несложно посчитать, 37 миллионов 200 тысяч человек. Вина за эти потери, конечно, лежит на Германии, как на агрессоре, безотносительно того, как эти люди погибли. Стали ли они, погибли ли они на фронте, стали ли жертвами прямого геноцида, или умерли от резкого ухудшения условий жизни в тылу. Однако, почему мы не используем цифру 37,5? Потому что мы исключили тех, кто умер бы за эти 4,5 года своей естественной смертью, и в мирное время в том числе. То есть, был взят показатель естественной смертности с 40-го года, последнего предвоенного, и число таких естественных смертей за эти 5 лет определили в 11,9 миллиона человек, почти в 12. Значит, мы из 37,2 вычитаем 11,9. В то же время, к этому числу потерь добавили еще 1,3 миллиона детей, которые родились в годы войны, однако умерли из-за повышенной детской смертности. Смертность в годы войны была катастрофически выше, естественно, чем в 39-40 предвоенные годы. Итак, 37,2 минус 11,9 плюс 1,3 повышенная детская смертность. Ну, что такое повышенная детская смертность? Мы это знаем на примере старшего брата Владимира Владимировича Путина. Вот, что такое повышенная детская смертность? Значит, и так получилась итоговая расчетная цифра 26,6 миллиона человек, за которой к настоящему времени закрепился статус официальной оценки числа людских потерь Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Однако, мы должны понимать, что автоматическое исключение всей так называемой естественной смертности приводит к тому, что полученная расчетная цифра не бьется потом с суммарными цифрами, которые мы начнем считать по отдельным категориям жертв. Если мы начнем с вами считать отдельно, сколько в тылу умерло, от каких болезней, сколько не вернулось из плена, по каким обстоятельствам. Есть еще и те, кто из плена ушли на запад, тоже это надо учитывать. Цифры расчетные по категориям с общей биться не будут. Ну, например, в блокадном Ленинграде кто-то умер бы, скажем, от старости в 42-45 году. По расчетам. Но умер ли он от старости? Или он остался бы жить? Или он умер от голода? Какие обстоятельства? Или кто-то, вот, по принятой логике мы их относим к жертвам блокады. Если мы возьмем жертв Бабиевой Яры и Хатыни и посчитаем, кто из них тоже был там уничтожен, а он при этом попадает в естественную смертность, его уничтожили там 80 лет, и он по статистическим расчетам мог бы умереть до 45-го года. В общем, здесь есть очень много сложностей. И, скорее всего, к чему сводится, я хотел бы сразу много довольно расчетов, но перейти к выводу общему, подчеркивающему важность и актуальность нашей темы. Сергей Евгеньевич вернулся. Скорее всего, как считают военные специалисты, совокупная цифра потерь реальна. Несколько выше, чем 26,6 десяток, та каноническая, минимальная, подтвержденная, которая есть. А вот на сколько она выше? На несколько сот тысяч человек, на миллион человек, на 2 миллиона человек. Это все цифры, кстати, будут гражданские, потому что военные посчитаны четко. Вот именно этим, я думаю, и надо будет заняться, еще раз изучить глубоко этот вопрос. И в первую очередь мы выйдем с вами именно тогда на точную цифру жертв геноцида на мирной территории. Это серьезная, большая и важная работа. Спасибо большое. Благодарю вас, Владимир Владимирович. Попрошу выступить Андрея Николаевича Артизова, руководителя Федерального архивного агентства. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги. Ну, конечно, оценка потерь гражданского населения в ходе Великой Отечественной войны – это огромная, комплексная научная проблема. Мне кажется, первое, чтобы здесь не повторяться, хорошо то, что мы отошли от настроенности предшествующих десятилетий, когда вот все ожидали, что вот ученые раз и поставят точку в какой-то вот такой важной проблеме, не обнародовав сенсационные доселе скрывавшиеся данные из архивов, собранные в особо секретном документе, и он отдаст ответы на все эти вопросы. Сегодня понятно, ничего подобного не будет. И также понятно и то, что максимально верные цифры – это плод большой длительной работы должен быть, и объединение усилий представителей разных профессий – и историков, и архивистов, и демографов, и статистиков, и, не побоюсь сказать, и специалистов по компьютерным информационным технологиям. Совершенно точно, потому что использование компьютерных технологий дает новое знание в этих сюжетах. Что касается представителей профессии, которую я представляю, архивистов, то свой вклад в эту тему, конечно, мы вносили и дальше будем вносить, систематизируя и продолжая, так сказать, делать доступным обширный комплекс документальных источников по этой теме. Я тут только две сюжета освещу, связанные с темой. Ну, во-первых, массивы каких-то документов есть. Здесь уже упоминали, вот Владимир Васильевич говорил по статистикам, да, а весь фонд, в том числе и по союзным переписям населения, и 40-го года, и 50-х годов, это центральное статистическое управление СССР, у нас в Российском государственном архиве экономики хранится. Маленький нюанс, там все на бумаге, конечно, да, и там еще много можно работать, да, а вот современные переписи уже электронные носители, тоже хранимые, обеспечимые, и в предстоящей переписи. Значит, также очень хранится у нас в Государственном архиве Российской Федерации знаменитый фонд «Чрезвычайная государственная комиссия по установлению расследования злодеяний немецко-фашистских завокатчиков ЧГК». Кстати говоря, именно материалы этой комиссии, а в соответствии с указом о ее создании, комиссия надлежала, цитирую, проводить, возможно, более полный учет фактов убийства мирных граждан и населения оккумбантов над беззащитными людьми. Так вот, в соответствии с указом и с ее материалами, на Нюрнбергском процессе были представлены в качестве документов России, советской стороны, два таких важных документа – отчет о работе ЧГК и второй документ – обобщенные данные учета жертв злодеяний немцев и их сообщников на территории СССР на 1 марта 1946 года. Вот там первый раз прозвучала цифра потерь, общих суммированных потерь, в том числе военнопленных, мирных граждан, она была под 11 миллионов, 10 миллионов 845 тысяч с копейками человеком. Понятно, что это была примерная и, конечно, устаревшая цифра. Много других всяких комплексов, понимаете, связанных с архивными документами, связанных с репатриациями, с миграцией, здесь вот про блокаду уже говорили, и еще не очень известных, которые нам надо будет использовать при комплексном решении этой проблемы. Цифра, которая сейчас упоминалась для мирного населения, общая цифра 26,6, а для гражданского 13, примерно, и 6 миллионов человек. Эта цифра была достигнута в результате работы известной комиссии под руководством генерал-полковника Григория Тревошеева на рубеже веков XX и XXI века, и издана книга, которой мы опираемся. И тоже понятно, что она не окончательная. Я тоже считаю, что это заниженные цифры, видимо, будут какие-то более точные вещи, которые увеличат. Насколько невозможно сказать, этот результат должен быть работы, который уточнят все эти сюжеты. Но сразу скажу, что мне кажется, без информационных технологий, без того, чтобы создать нечто подобное базе данных память народа, которая у нас за 20 лет усилиями, в первую очередь, Министерства обороны, архивистов, она создана и продолжает пополняться сегодня. Вот нечто подобное базе данных уже применительно к теме мирного населения, мы не сможем осилить эту проблему. Это большая комплексная задача. Она потребует работы и упомянутых архивистов, статистиков, ученых, компьютерщиков. Она потребует финансовых средств. Что мы тут как-то считали с операторами базы данных память народа, в какую цену обошлось создание этой базы данных за 20 лет? Миллиарда рублей. Понимаете? И поддержка ее. И она еще не закончена, потому что продолжается пополнение этой базы данных применительно к военным, к военнослужащим документами из немецких архивов. Вот в прошлом году мы тут встречались с руководством Красного Креста международного, с немецкими коллегами из Рользена и договорились об обмене информацией. Потому что эта информация, она устанавливает судьбу наших военнопленных. У нас несколько миллионов наших военнопленных было в Германии. Кто вернулся, кто погиб, это все должно быть найдено в этой базе данных. То нечто подобное предстоит создавать абсолютно точно нам и по той комплексной теме, которая сегодня заявлена здесь. Последний проект, который сегодня реализуется архивистами при участии общественного поискового движения России без срока давности. Это важный, серьезный проект, который рассказывает о преступлениях нацистов, жертвах, судебных процессах, происходивших над нацистами в Советском Союзе. Это только часть этой темы. Мы его обязательно будем продолжать общими усилиями, потому что, конечно, это очень важная такая задача, но он не решает все эти огромные проблемы, которые сегодня мы поставили. Думаю, что всем миром, общество историческое, общество военно-историческое, все коллеги упомянуты, все-таки, если мы такую задачу поставим, мы справимся с ней. Спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич. Уважаемые коллеги, у нас сегодня много выступающих, поэтому я прошу иметь в виду, что в вашем распоряжении 5-6 минут. И предоставляю слово Валентине Борисовне Жеромской, главному научному сотруднику Института Российской Истории, Российской Академии Наук. Пожалуйста. Здравствуйте, коллеги. У меня включился звук? Мы вас слышим. Спасибо. Уважаемые коллеги, я хотела бы вкратце ознакомить с результатами расчетов, которые мы произвели вместе с Владимиром Исуповым и Геннадием Корниловым по поводу убыли населения СССР и Российской Федерации с 1941 по 1945 год. Задача наша была рассмотреть, насколько убыло население СССР и РСФСР, ну и также ряда регионов РСФСР. Мы попытались оценить именно реальную общую убыль населения. Эта цифра близка, но не совсем совпадает с демографическими потерями, с общими демографическими потерями. Мы рассматривали именно убыль. Убыль включает в себя погибших, умерших, безвозвратно эмигрировавших, насильственно, так и добровольно. Известно, что была и добровольная эмиграция с нашей территории, например, властовцев и их семей. Учитывает это убыль именно и военного, и гражданского населения. Чем отличается от тех расчетов, которыми я отношусь с полным уважением, которые здесь уже были озвучены? Обычно при методе демографического баланса рассчитывают, сколько бы родилось, сколько бы умерло. Таким образом строят прогноз, сколько бы было населения, если бы не было войны. Мы пошли несколько другим путем и взяли именно реальную убыль. Расчеты имеют свои плюсы. Вот с прогнозом с этим, но и свои некоторые минусы. Например, здесь очень трудно, конечно, рассчитать и рождаемость во время войны, учитывая астрономическую детскую смертность. И учитывая, между прочим, дородовую смертность, очень большую от состояния зависело организма матери, от того, в каких условиях находилась и мать, и ребенок. Раннюю родовую смертность. Очень много то, что называемое снижение рождаемости. На самом деле это мертвое рождение, в том числе родовая смертность. Значит, второй момент – это естественная смертность во время войны. Это вопрос вот здесь уже был поставлен. Я как раз хочу присоединиться вот именно к этому вопросу. Тоже он требует доработки. Что такое естественная смертность во время войны? Обычно, ну, во-первых, я уже не говорю о том, что перед войной у нас было очень мало лет, когда была вот чистая естественная смертность, потому что у нас там был, извините, голод с последствием до 37-го года. А потом у нас были детские эпидемии. В 36-м, 38-м там каждый третий ребенок умирал из заболевших корью, например. Очень страшный вариант кори пришел. Я уж не говорю о дифтерии, дизентерии. И поэтому насчет такой вот чистой смертности, и не говоря уже о том, что военные потери начались еще, как известно, до 41-го года, мы не можем, пожалуй, говорить. Здесь очень сложно исчислить вот такую естественную смертность. А вот во время войны естественная смертность. Обычно это смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Так традиционно. Но вы понимаете, сколько людей преждевременно умерло. Вот термин «преждевременная смерть» в данном случае, преждевременная смертность, мне кажется, очень интересным. Сколько людей преждевременно умерло, пожилых в том числе, и престарелых даже, от сердечно-сосудистых заболеваний. Умирали, когда получали похоронку с фронта от инфаркта, которого могло не быть, если бы не было войны, может, человек бы еще 10 лет прожил. Умирали от того, что пожилой человек, что нес на себя три мешка картошки, чтобы накормить голодных внуков, потому что родители, отец на войне, мать на работе. Умирали от простуды, от недостаточного питания. Сдавало тоже сердце легкие сосуды. Поэтому здесь говорить о естественной смерти очень трудно. Она, конечно, была, но, думаю, что очень и очень небольшая. В основном она была преждевременная. Даже если брать сердечно-сосудистые заболевания, я уже не говорю о легочных, тем более о животных. Поэтому мы и решили с нашим авторским коллективом опереться на материалы, которые дают у населения, говоря строго, сколько было и сколько реально осталось. Сюда вошли, конечно, и те, кто родился и выжил в годы войны. Поэтому общая цифра потерь будет не намного больше. Но ее еще предстоит уточнять. Я ознакомлю с теми выводами, к которым мы пришли. Опирались мы на большую группу источников. Нужно сказать, что источников осталось достаточно много. Не нужно считать, что война уж так не обеспечена. Архивы наши богаты. Ну, во-первых, предвоенные переписи населения. Я здесь не буду останавливаться, поскольку и оценка этих переписей, и возможности работы с ними, они оценены в науке уже достаточно. Затем был учет естественного движения населения. Он велся во время войны. Число рождений, смертей в городах и в сельской местности. Бытует убеждение, что в сельской местности практически не было учета. Он, конечно, велся. Велся он в местной сельской администрации. Велся по хозяйственному учету. Отмечали, в частности, прибывшие, эвакуированные. Учет там существовал. Естественно, как во всех формах учета, есть неполнота, есть пробелы. Но, тем не менее, работать с этим источником вполне и вполне возможно. На оккупированной территории тоже был. Он проводил с оккупационными властями. В основном проходил тоже естественный учет населения. Кроме того, был миграционный учет. По нему сохранилось, кстати, довольно много документации. Это и талоны, и карточки, и прописка, и микроперепись эвакуированных. То есть там сочетаются и переписной, и текущий, и регистровый учет. Очень важны документы распределения жилья, оподселения, направления на работу. Это осуществлялось буквально в первые дни и даже часы, когда пребывали эвакуированные. Поэтому по эвакуированным довольно много сведений. Так, у меня что-то исчезло изображение. Мы вас видим и слышим. Видно меня, да, слышно. Затем, в том, что касается учета эвакуированных, сведений, как я говорю, достаточно много. Причем источники разные, они взаимопроверяются. Например, вот карточки, регистрации. Конечно, тяжелее с беженцами, с миллионами беженцев. Но, тем не менее, беженцы также ставились на регистрацию, также расселялись. И, кроме того, беженцы направлялись на работу, в больницы, в детдома. Между прочим, был учет и по больницам, и по детдомам. Инвалидов учитывали, поэтому учет сохранился богатый. Вот на основании этого учета сделаны были выводы и оценки населения в ЦСУ. Архив этих оценок сохранился, они несколько раз доправлялись, дополнялись. Это очень серьезный источник, который за последнее время, как-то я бы сказала, был забыт. А ведь он сделан современниками событий, людьми, которые получали сведения, можно сказать, из первых рук. Очень хорошо знали обстановку. Были выездные группы ЦСУ, это известно. В частности, вот в Куйбышеве, которая работала там некоторое время на постоянной фактической основе. И фактически в начале каждого месяца телеграфно направляла предварительный расчет численности населения, ну, учитывая миграцию, перемещение. И не позднее числа каждого, 20-го числа каждого месяца, отправляла почтовые сведения в ЦСУ в Москву. Группы отработали такие не только в Куйбышеве. Поэтому проверок было достаточно. Внимание уделялось учету большое. Мы проверили с некоторыми источниками, сопоставили, естественно, вот эти выкладки ЦСУ. У нас, в общем-то, получилась очень высокая оценка точности того, что тогда ЦСУ рассчитала. И вот если мы возьмем эти расчеты, то у нас получится, ну, во-первых, численность населения практически ежегодная. Единственное, что вот численность населения 43-го года явно не полна, но, понимаете, она ежегодная. Это по и РСФСР, и по СССР. И затем, собственно, что получилось в итоге. Значит, всего по СССР у нас цифра отправная 41-го года 198,5 миллионов человек, получилось выше. А там 176, действительно. По Российской Федерации несколько труднее было работать, потому что, например, безвозвратно покинувшую Российскую Федерацию, то есть, ну, выехавшие в другие союзные республики, часто это люди, которые возвращались по своему месту жительства, они учитывались не столь строго, как те, кто, допустим, невозвращенцы из-за рубежа СССР. Ну, и с мигрантами тут было посложнее. Но, тем не менее, значит, вот 111,7 миллионов – это начало войны, и 90 – это конец. Таким образом, у нас получилась потеря по СССР, то есть, убыль населения, извините, убыль населения, около 28 миллионов, 27,9 и 21,5 миллион по Российской Федерации. Это убыль населения. Потери явно будут значительнее, потому что, в основном, конечно, это идет за счет мирного населения, увеличение потерь. Еще я хотела бы немного добавить по поводу терминов. Очень хорошо, что вот звучит именно мирное население. Обычно и часто гражданское, но гражданское все-таки не совпадает с мирным, не совсем совпадает. Были гражданские лица, как вольнонаемные, они были в армии. И в данном случае вот именно важно, что это рассматривается мирное население. Очень плохо учтены потери мирного населения в тыловых районах. Пока явно недостаточно. Вот тут предстоит большая работа. Явно, что нужно активно работать по подсчету жертв блокады Ленинграда, считая и пригороды, вот о чем уже говорили. И те, кто находился в госпиталях и на предприятиях, их не всегда учитывали среди жертв блокады. Поэтому большой разброс в цифрах, ну вот сейчас 800 тысяч, такая очень, я знаю, признанная цифра. Но есть и более высокие оценки, и к этому надо очень серьезно подойти. Это прямая черта геноцида. Всю блокаду можно, на мой взгляд, включить полностью. В геноцид это иногда и делается. И необходимо здесь произвести ряд уточнений. В принципе, хотелось бы еще обратить внимание на терминологию. В последнее время очень много стало работ, в том числе популярных, вот по поводу потерь. И там я с удивлением увидела, противопоставляются людские потери демографически. Во-первых, демографией людьми занимается. Во-вторых, есть там общие демографические потери, прямые, косвенные, отдаленные. Это понятно. Можно сказать, людские потери, допустим, прямые, общие. Но как можно вот это вот людские потери от тех, кто убит, а вот это демографические. Те, кто, допустим, в своей смерти умер. Вроде как не люди они. Вот все эти моменты еще предстоит, между прочим, дорабатывать. Да, цифра потерь, на мой взгляд, будет больше, чем вот та, которая здесь озвучилась, и которая существует с конца, в общем-то, действительно, с рубежа 90-х годов. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Валентина Борисовна. Попрошу выступить Андреаса Хильгера, заместителя директора Германского исторического института в Москве. Уважаемые коллеги, еще раз напоминаю о регламенте. У нас много выступающих. Я прошу ограничиваться пятью минутами выступления. Спасибо вам большое. Много, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги и друзья. Я сначала, мне действительно хотелось бы сердечно поблагодарить за приглашение на ваше заседание сегодня, тем более потому, что и мы в институте убеждены, что именно тематика потерь советского населения, советское гражданское население во время войны является очень важным, и, может быть, даже малоизученным аспектом истории Второй мировой войны. При этом, например, жестокость немецкой борьбы против партизанского сопротивления, безжалостная блокада Ленинграда, массовое уничтожение советского и европейского населения, убойство больных и безмерная эксплуатация гражданского населения на всяких работах для оккупационного режима на территории Советского Союза и для промышленности сельского хозяйства Третьего Рейха подчеркивают особенный идеологический и преступный характер немецкой войны на уничтожение против СССР и его населения. Одновременно уже такие примеры нам напоминают о том, что время от времени является очень сложным установить и определить четкие границы между различными группами или категориями советских жертв. Например, немецкие власти уже в 43-м году депортировали гражданские населения определенных регионов оккупации в Германию на статус военнопленных, хотя это были гражданские лица. Напротив, часть женственных военнопленных в Германии не были формально освобождены из плена, но были вынуждены работать в качестве подневольных рабочих. Кроме того, в Германии тогда и подневольных рабочих за определенные нарушения немецкого рабочего режима или нацистского законодательства лишили статус и передали в концлагерь, где их заново регистрировали, но уже как узники СССР. Такие произвольные изменения правового статуса, между прочим, усложняют статистические работы совместного проекта «Советские и немецкие военнопленные интернирования», о котором около года назад, только это мая, докладывали вас в Российском историческом обществе. Что касается советских граждан, угнанных в Германию на принудительный труд, такая практика бывших властей в Германии также влияла на современные учеты рабочих сил и их смертность. Исторические исследования в Германии по этой тематике начались поздно. В контексте дискуссии 90-х годов о выдаче компенсации большим подневольным рабочим в постсоветских странах. Выяснилось, с одной стороны, что связи с расрушениями военного периода осталась только маленькая часть тогдашних административных документаций соответственных и ответственных центральных ведомств. Таким образом, мы до сих пор располагаем только приблизительными оценками общего количества советских подневольных рабочих в Германии и их смертности. С другой стороны, в различных государственных или коммунальных, региональных и городских архивах и в архивах частных предприятий находится определенная масса документов, которые касаются конкретных вопросов последневного использования этих особых рабочих контингентов на местах. То есть, они больше всего представляют ограниченные данные в локальных масштабах. Здесь вы, например, найдете именные списки, показания транспортов, свидетельства о смерти и подобный материал. На этой базе немецкие международные архивы, исследователи и мемориалы в течение последних годов развивали инструменты для поддержки соответствующих поисков и предоставили первые важные результаты их усилия по выяснению таких конкретных вопросов. И в заключение уже позвольте мне перечислять самые видные результаты. Это, во-первых, федеральный архив в Берлине и в Кобленде онлайн устроил свой так называемый портал о принудительном труде в Третьем Райхе. Здесь, помимо прочего, указаны места для рабочих и, возможно, детальный поиск архивных фондов Германии. Во-вторых, база данных немецко-русского музея Берлин-Калцхолст о советских или российских воинских захоронениях во всех регионах Германии и включает данные о гражданских лицах и, невозможно, представляет точные данные о смерти. В-третьих, база данных «Мемориал Флоссенберг» в Баварии собирает данные обо всех узниках канцлогерей, включая подневольные рабочие. И, кроме этого, в-четвертых, нельзя не упоминать международное учреждение «Аролзен Аркайвс», где собрано более чем 26 миллионов документов о разных аспектах и жертвах преступлений и нацизма, опять включая документы о судьбе советских подневольных рабочих. Сейчас, и действительно в заключении, мне хотелось бы подчеркнуть, что наш Германский исторический институт, ввиду нашего большого интереса к этой очень важной тематике, всегда, конечно, готов обсуждать возможности поддержки для соответственных усилий исследования и немецко-российской кооперации. Большое спасибо. Благодарю вас, уважаемый Андреас, за сегодняшнее выступление и за плодотворное взаимодействие Германского исторического института в Москве с российскими историками, с российским историческим, российско-военно-историческим обществом. И это взаимодействие мы видим на примере целого ряда проектов. Спасибо большое. Прошу выступить Елену Моисеевну Цунаеву, сопредседателя Центрального штаба Общероссийского народного фронта ответственного секторя поискового движения России. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно было слышать сегодня добрые слова в адрес проекта «Бессрока давности», который из общественной инициативы, поддержанной президентом, превратился в такое очень серьезное содружество серьезных организаций, серьезных ученых, и в итоге мы выходим на очень важные проблемы, которые долгое время у нас, ну, каким-то образом не решались. И я хочу подчеркнуть, что сегодня все выступающие очень много говорили о необходимости подсчетов, количественных подсчетов, потерь пострадавших мирных граждан. Но я хотела бы еще акцентировать внимание и напомнить о гуманитарной миссии исторической науки, архива, а именно о восстановлении имен тех, кто пострадал. Я представляю поисковое движение России, которое имеет огромный опыт восстановления судеб погибших при защите Отечества. Именно по инициативе поисковиков стали дополняться книги памяти в регионах, и есть методики. У нас есть специальная даже наша конференция, где мы собираемся и обмениваемся, как и что делать, какие базы данных. И вот весь этот накопленный опыт мы сейчас хотим применить для работы с документами, выявленными документами в архиве, в рамках проекта «Бессрока давности», которые были опубликованы в прошлом году. Намеренно сразу, когда мы работали над концепцией, одной из задач это было именные указатели, для того, чтобы мы сразу понимали и могли назвать те имена и фамилии гражданских лиц, пострадавших от рук оккупантов. Не просто умерших, а именно пострадавших от рук нацистских преступников. Это очень серьезная задача, потому что в отличие от военнослужащих, такого учета гражданского населения не велось. И нам предстоит еще вместе с историками определить те методики, каким образом мы будем собирать эти списки, как мы будем фиксировать. И та работа, которую начал сейчас Росархив, та работа, которую мы начали в рамках базы данных, работая с документами, для сборников были отобраны более 7 тысяч документов, вошли не все, поэтому база данных имен гораздо шире, чем та, которая сейчас опубликована. Кроме этого, для нас очень важно, что к этой работе мы привлекаем студентов, историков, архивистов. И у нас запланирована работа так называемого архивного десанта, который начал в прошлом году, но в силу известных причин не так работал активно, как хотелось бы. И мы будем продолжать работу с трофейными документами. У нас будут работать ребята со знанием языков для того, чтобы выявлять новые имена. Нам предстоит еще договориться, каким образом вот те имена, которые мы выявили в разных регионах, мы будем увековечивать, фиксировать. И с учетом того замечательного предложения, которое есть у российского исторического общества, военно-исторического общества и уважаемого Александра Юрьевича относительно мемориала, нужно решить, каким образом мы будем эти имена мирных граждан заносить, увековечивать. А в том, что есть в этом потребность, говорили даже истории, которые у нас случались в рамках подготовки сборников, а именно коллеги из Севастополя, которые работали над сборником, например, работая с документами, обнаружил информацию о своем деде, которого он считал пропавшим без вести, а оказалось, он был расстрелян нацистами. И вот всплыл в тех документах, которые были до этого, не знали, что именно в них нужно искать эти фамилии. Поэтому нам предстоит еще достаточно много открытий. И я знаю, что есть инициатива о создании центра в рамках Института истории СССР, центра изучения Второй мировой войны и геноцида советского народа. Я думаю, это было бы такая тоже при общих усилиях, о которых говорил у нас Андрей Николаевич, тоже была бы такая точка, к которой бы мы собирали наши методические наработки. И очень здорово, что вот такая у нас встреча состоялась. И готовы мы поделиться этими всеми историями. Тем более, что вот предыдущие ораторы говорили о том разбросе цифр, которые есть. Я уверена, что проект без срока давности, та огромная работа, которую провели архивисты в регионе по составлению сборников, это будет в итоге весомый вклад. И в конце этого года мы сможем уже доложить о каких-то результатах в отношении установления имен пострадавших от нацистов. Это тем более важно, что появляются новые мемориалы, где эти имена граждане, жители хотят нанести. Спасибо. Благодарю вас, Елена Моисеевна, за выступление и за такую масштабную и благородную работу, которая проводит поисковое движение России. Спасибо большое. Передаю микрофон Борису Николаевичу Ковалеву, ведущему научному сотруднику, руководителю новгородской группы Санкт-Петербургского института истории Российской Академии наук. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне кажется, что по сравнению, например, с увековечением памяти жертв политических репрессий, а вышло уже за последние 30 лет сотни томов, посвященных эпидрагической страницей нашей истории, мы все, конечно, в долгу перед миллионами наших сограждан, оказавшихся на оккупированной территории нашей страны в 41-44 годах. Здесь многое уже говорилось о том, какая работа предстоит, но хотелось бы обратить внимание на несколько сюжетов, может быть, даже несколько, я бы сказал, в таком дискуссионном ключе. Первое. Вот постоянно звучит термин немецкая оккупация, немцы, фашисты. Но давайте называть вещи своими именами. Кроме Третьего Рейха на территории России присутствовали и многочисленные союзники Третьего Рейха, а у каждого из них есть свое кладбище жертв. Даже если взять газету, ленинградскую газету на страже Родины, кого в 43-м году ленинградцы обвиняли в своих страданиях. Это не только немцы. Это финны, это испанцы, это норвежцы, это голландцы. Я говорю о тех людях, о представителях тех стран, которые принимали непосредственное участие в блокаде Ленинграда. Те, кто совершали преступления на оккупированных территориях огромной Ленинградской области. Увы, надо также не забывать о преступлениях, которые совершали представители Эстонии, Латвии, Литвы. Опять-таки же, если говорить в первую очередь о том регионе, который я представляю, самый несчастный регион, ну, период оккупации, повторюсь, 41-44. Далее. Когда мы говорим о жертвах, нужно также более конкретно показать, в результате каких трагических событий это произошло. И здесь, конечно, особую сложность представляет следующий. Ведь когда в 43-м году практически 100% населения Северо-Запада депортировалось за линию Пантера, параллельно уничтожались, сжигались сотни деревьев. И после войны эти деревни так и не возродились. Если кто из вас когда-нибудь ездил на машине из Москвы в Петербург, видел, наверное, недалеко от мемориальный комплекс, небольшой мемориальный комплекс в память деревни Любинополе. Это недалеко от мясного бора. Но вы понимаете, что если не возродилась деревня, находившаяся на одной из главных дорог большаков страны, что же говорить о сотнях других населенных пунктах, а следы их уже найти практически невозможно. Где эти жители? Вот они были депортированы, многие из них вернулись, но далеко не все. Потом вернулись на пепелище. Кто-то переехал к родственникам, друзьям. Это необходимо учитывать, это необходимо знать, это необходимо помнить. Далее, когда опять-таки же мы говорим о категориях жертв, все-таки мне кажется, нужно помнить о трагической судьбе человека без ружья. Я имею в виду советские военнопленные. Ведь да, они попали в плен, но среди них были в том числе и местные жители. Мало кто из них пережил зиму 41-42 года. Безусловно, нужно выделять и разговорить о трагической судьбе пациентов больниц. Причем не только психиатрические больницы, яркий пример, это Комовская больница. Просто-напросто люди не смогли пережить вот эти месяцы оккупации, ну просто-напросто, потому что они не могли работать, а следовательно, они не могли рассчитывать на какую-либо минимальную поддержку. Они умирали от голода. И если говорить о проекте, проекте без срока давности, работа проделана титаническая. Работа проделана огромная. Подготовлена и выявлено большое количество архивных документов, но ведь эти архивные документы в том числе надо анализировать. Эти архивные документы нужно вводить не просто в научный оборот, а нужно заниматься некой многоуровневой работой. То есть, с одной стороны, это подготовка научных трудов, научных монографий, научных статей. С другой стороны, это и популяризация, это информатизация об этой трагедии. То есть, это должны быть и научно популярные статьи, и научно популярные книги, и научно популярные фильмы. Если упомянуть в паспо-заключении, хочу сказать, например, о трагедии «Жестяной горки», мемориал, который был открыт в прошлом году, и этой проблематикой я занимаюсь уже более 25 лет. Ведь жертвы «Жестяной горки» это, кстати, тоже проблема увековечивания и выявления. Я подсчитал, что в «Жестяную горку», если взять ее за некий центр, свозились жертвы с расстояния более 300 километров. То есть, с одной стороны, мы видим упоминание населенных пунктов под Ленинградом, далее кто-то даже из Белоруссии. Естественно, это территория современной и Ленинградской, и Новгородской, и Псковской областей. И, конечно, учет выявления жертв, который строится в первую очередь на фрагментарных трофейных документах, плюс показания родственников, которые говорят о том, что да, вот наших родственников туда сводили, ведь он только начат. Мы, к сожалению, даже не можем назвать точное окончательное количество жертв, потому что работа, несмотря на то, что со времени трагедии прошло уже без малого 80 лет, только началась. Так что, уважаемые коллеги, работа нам предстоит сложная, но очень важная, и мы должны, что называется, сделать ее так, чтобы не было стыдно перед нашими отцами и дедами. Спасибо. Спасибо, Борис Николаевич, абсолютно с вами согласен. Передаю микрофон Елене Александровне Ульяненковой, председателю управления Смоленского областного отделения Российского фонда мира. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Вы слышите меня? А то что-то у меня исчезает. Мы вас хорошо слышим и хорошо видим. Пожалуйста. Слышите, да? Вас приветствует Смоленщина. Конечно, Смоленщина занимает особое место в отечественной истории. Это порубежный край. Это земля доблести и славы, героизма и безмирного мужества. Здесь разворачивались события, которые имели для нашей страны судьбоносное значение. И главное из них связаны с военной историей российского государства. Войны приносили, конечно, с собой горе, страдания, разорение и разруху. Безжалочно уничтожались мирное население. Особенно бесчеловечность и неслыханное зверство проявили, конечно, фашисты. Смоленская область находилась в оккупации с июля 1941 года по сентябрь 1943 года. Она была буквально вся нашпигована гитлеровскими войсками, которые несли особый ужас, углубление и надругательство над нашим местным населением. Для массового истребления мирных жителей на оккупированной территории были созданы более ста лагерей смерти, гетто, тюрьмы. Жертвой стал каждый третий житель Смоленской области. Имеются свидетельства о том, что сжигать деревню вместе с жителями немецко-фашистские захватчики начали именно на территории Смоленской области. Сколько же вот этих смоленских хатыней? Из документов, хранящихся в архивах, видно, что на Смоленщине немецкие каратели сожли до тла более 5000 сел и деревень. Из них 300 тысяч сел и деревень – это вместе с мирными жителями. Это страшная трагедия. Смоленские хатыни и вот эта жестокость к мирному населению нас и призвала потомков погибших увековечить память мирных жителей. Ведь эта память действительно, как перед этим сказали, не имеет срока давности. Как мы это делали? Мне хотелось бы с вами поделиться. Во время работы в архивах и музеях, когда готовились материалы для книг памяти погибших и пропавших без вести, мы увидели, что очень много материала о жертвах мирных жителей на Смоленщине обнаружили и потери материальные многих районов. Поэтому мы обратились в администрацию области с тем, чтобы было положено начало создания книги памяти мирных жителей. Администрация области идею нашу поддержала и в 2001 году вышло постановление администрации Смоленской области об издании книги памяти мирных жителей. И поручено это было нашему Смоленскому областному отделению Российского фонда мира. А также было и открыто финансирование из областного бюджета этого проекта. Два года сотрудники фонда мира работали в государственном архиве Смоленской области, в архиве новейшей истории, в документальных источниках областной библиотеки, в музеях области. И, конечно, изучали акты чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний нацистских преступлений. И также чрезвычайной областной комиссии. Смоленска освободили в сентябре 43-го года, а в октябре месяце у нас уже работала государственная чрезвычайная комиссия и рассматривала вот эти злодеяния и издевательства над местным населением. Также в каждом область здесь подключилась и также в каждом муниципальном образовании для сбора сведений были созданы районные рабочие группы. Имеющие сведения нам представили 414 сельских поселений из всех районов Смоленской области и из трех районов города Смоленска. Во все районные газеты были направлены статьи о целях нашей работы, организованы выступления на радио, телевидении для привлечения именно и населения нашего к сбору материалов о погибших мирных жителях. И вот на основании всех сведений издано 8 томов книг памяти мирных жителей. Вот таких зеленых переплеток, 8 томов, где-то побольше страны, где-то поменьше. Мы туда также внесли краткую характеристику районов Смоленской области до оккупации. Описан материальный ущерб, причиненный каждому району немецкими захватчиками. Проведен поименный список мирных жителей, погибших от рук фашистов с периода 1941 до 1943 годы. Это получилось 151 320 человек. Но здесь, конечно, у нас не учтены те, кто был угнан в Германию. Сейчас мы этим занимаемся и очень серьезно занимаемся вместе с областной администрацией, чтобы установить всех, кто был угнан и не вернулся. Вот этот пласт работы мы должны сделать. Смоленская область пока все-таки единственный регион, издавший такую книгу. Но я думаю, что будут вас во многих регионах, потому что нам звонят, спрашивают, как у вас это получилось. Смоленским отделением фонда мира также у нас создана интерактивная карта «Братские захоронения на Смоленщине». Наша область имеет форму сердца. И вот каждое братское захоронение, а мы их туда поместили 1520 братских захоронений, оно обозначалось красными шариками. И ушло дальше описание. Так вот, вся область стала красной от этих шариков. И ясно, что наша земля стонет от всего того, что происходило на Смоленской земле во все годы, во все века. Посещение карты за год где-то около 5000 человек. У потомков советских воинов возможность появилась точно узнать место захоронения своих дедов и прадедов. Ежегодно могилы своих предков у нас посещают тысячи потомков из стран ближнего и дальнего зарубежья. Поэтому у нас стала традицией уже проводить форумы потомков защитников и освободителей. Они знакомятся друг с другом, они посещают могилы, обмениваются адресами, завязываются отношения. Мы считаем, что это лучший путь к укреплению добрососедства, взаимопонимания и мира между людьми и народами. Поэтому с полным правом хочу сказать, что современную Смоленщину можно назвать уже теперь миротворческой площадкой. Мы, наша земля, устала от войны. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемый Владимир Ростиславович, я знаю, что на Яндекс-карте действует общегосударственный проект «Место памяти». Сейчас там размещено, как мы уже и подсчитывали, свыше где-то 80 тысяч памятников военной истории. И в связи с этим у нас есть предложение сделать специальный раздел в этом проекте, где будут размещены места захоронения мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. И это будет отдельный знак памяти. Вот такое у нас предложение. Но еще надо признать, что в нашей стране, конечно, до сих пор нет общенационального мемориала, о котором вот сейчас говорят, и который бы служил данью памяти безвинно загубленных мирных жителей, который бы наглядно демонстрировал ужас военного лихолетия. Создание такого мемориала назрело. И мы, как смоляне, искренне приветствуем и благодарны, что эту идею поддержал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Убеждены, что наиболее оптимальным вариантом для установки комплекса может быть место на территории Смоленской области. В Смоленском районе рядом со Смоленском мы предлагаем место. Это тоже бывший концлагерь. Рядом огромнейшее захоронение мирных жителей, за которыми сейчас укажем. Это три тысячи узников еврейского гетто. Есть у нас там памятник. Это дети, женщины с реки. Кало 10 тысяч мирных жителей. И поэтому, ну и второй вариант, это между Гагаринским и Вязинскими районами. Именно в этих территориях зарегистрировано наибольшее число сожженных гитлеровцами деревень и жертв из числа мирных жителей. Также важно отметить, что вот у обоих этих вариантов удачное географическое расположение. На федеральной трассе М1, которая соединяет Москву с западными странами, откуда всегда были через Смоленск нашествие на нашу Родину. Что значительно расширит возможность посещения мемориала не только гражданам России, но и других государств. Спасибо за внимание. Всем вам крепкого здоровья. Спасибо, Елена Александровна, за большую работу, которую вы уже провели, и за усилия по сохранению исторической памяти, памяти о Великой Отечественной войне и о жертвах войны. Передаю микрофон Валерию Геннадьевичу Кузьмину, директору Государственного архива Псковской области, председателю Совета отделения Российского исторического общества Пскове. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, уважаемый Сергей Евгеньевич, я всех рад приветствовать на заседании Российского исторического общества. И, конечно же, огромное количество регионов, огромное количество людей включены в работу по установлению всех обстоятельств гибели мирного населения в годы Великой Отечественной войны, по увлековещиванию имен погибших на оккупационных территориях. И очень много лет, очень много лет государство вкладывало силы и средства в установление судеб погибших воинов, солдат Красной Армии, которые погибли, сражаясь за свободу нашей страны. Но в то же время вопрос гибели мирного населения на оккупированных территориях, он был, скажем так, не в фокусе, не всегда в фокусе внимания и историков, и органов власти. И, конечно же, в последние несколько лет это внимание усилилось, и это очень важная работа. Она дает новый импульс к изучению событий Великой Отечественной войны и тех страшных фактов, которые происходили на оккупированных территориях. Что касается Псковской области, то в Псковской области сейчас и в прошлом году, и в этом году будут продолжены раскопки на местах массовых захоронений, те, где происходили страшные преступления, где фашисты расстреливали и закапывали женщин, детей, стариков. И, несмотря на то, что были места, которые, например, фанцлагерь Моглина, о нем было известно давно, но по новым рассекреченным данным, по новым представленным документам, которые были представлены общественности, были обнаружены места, которые не значились в материалах чрезвычайной государственной комиссии. В одной из деревень было обнаружено новое захоронение, и все в том числе благодаря и Псковому движению России, и силам Министерства обороны эти раскопки проходят. И, конечно, архивисты помогают теми архивными документами, которые мы в состоянии обнаружить не только в своем архиве, но и в каких-то других архивохранилищах страны, и в государственных, и в ведомственных архивах. Конечно, сейчас, еще в 90-е годы была выпущена книга памяти, и там частично есть сведения о пострадавших, о погибших людях, вот именно от рук нацистов и мирных жителей погибших. Но в то же время мы понимаем, что белых пятен очень много, и работа предстоит еще очень большая. И поэтому в прошлом году мы начали делать сайт, который можно, так мы его назвали, без срока давности, Псковская область. Сначала мы хотели рассказывать только о том, что происходило в Псковской области, но быстро поняли, что и коллеги из других регионов тоже захотели как-то помочь и представить какие-то документы. И поэтому по решению губернатора этот сайт по предложению губернатора, он переводится не только на английский, но и на немецкий язык. У него есть версии на тех языках, чтобы люди имели доступ к достоверной информации, в том числе поживающие на территории западных стран, которые были участниками стран, участники Второй мировой войны. И, конечно же, это привлекло в внимание, и мы в том числе публикуем сведения о погибших мирных жителях. И это привлекло внимание европейских исследователей. И к послу России в Латвии обратился историк Владимир Богов латвийский и предложил разместить на данном ресурсе базу данных лагеря Саласпилс. Это недалеко от Риги местечко, очень страшное, где находился концентрационный лагерь, куда свозили детей из Псковской области, из областей Белоруссии. И он подготовил такую базу данных более чем 6 тысяч человек с их именами, фамилиями, в некоторых случаях фотографиями, сведениями о том, о их судьбе в этом лагере, откуда они. И вот сейчас мы как раз... Он передал нам эти сведения недавно, и мы приступили к оформлению этой базы данных. То есть как минимум 6200 человек. Мы, конечно, все будем проверять, перепроверять, чтобы представить общественности достоверные сведения. И как минимум 6200 человек. Память их будет увековечена. Сведения о них будут в доступе, и потомки тех людей или их родственники могут что-то узнать, и вообще люди могут посмотреть, что происходило буквально недалеко от Псковской области. И, конечно же, что касается увековечивания памяти жертв среди мирного населения, здесь необходимо проработать вопрос. И Андрей Николаевич Артизов сегодня много говорил о тех мероприятиях, которые архивы всей страны делают. Здесь очень много кропотливой работы. Например, можно изучить все похозяйственные книги, которые есть в разных архивах и в муниципальных, и в региональных, где указано, что произошло с каждым конкретным жителем. Благодаря, например, таким записям мы обнаружили важное очень сведение о судьбе отдельных людей, об уточнении их судьбы. То есть достаточно кропотливая работа, практически полистный просмотр похозяйственных книг, списков жителей до войны, списков жителей после войны этих деревень. Очень много деревень, конечно, не осталось, мы понимаем, но документация велась и записи делались. Ну и, конечно же, те оккупационные списки, которые на оккупированных территориях в разных архивах могут храниться, тоже необходимо изучать, чтобы достоверно устанавливать имена погибших людей и увековечивать. Сегодня также говорилось о памятнике, о мемориале в Ленинградской области. Дело в том, что в Псковской области тоже очень, это такая насущная проблема, необходим мемориал, потому что уже огромное количество жертв обнаружено на месте концлагеря Моглина. Будут работы продолжены и количество обнаруженных людей, останков людей будет возрастать. И, конечно, и Псковская область будет также ходатайствовать о установке мемориала, учитывая, что этот мемориал можно установить практически на дороге, которая ведет в страны Западной Европы. Это знаковое место. Мы проговаривали этот вопрос, обсуждали необходимость этого и с Еленой Моисеевной Цунаевой, но мы понимаем, что средств таких просто нету, чтобы самостоятельно решить этот вопрос. И поэтому Псковская область в этом крайне нуждается, крайне заинтересована в установке такого мемориала. У меня все. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Владимир Славович, пожалуйста, комментарии с Вашей стороны. Вы правильно сказали по поводу средств. Надо быть реалистом, что довольно тяжело быстро и качественно сделать мемориалы во всех регионах, подвергшиеся оккупации. Но у Вас в Псковской области, если Вы не в курсе, в плане работы создания мемориала знамени Победы. Это такая тема, довольно узкая. Тем не менее, выделены средства военно-благоустройства областными властями, и сейчас обсуждается возможность поддержки со стороны военно-исторического общества. Поэтому подумайте, может быть, там тоже на дороге, может быть, эту тему просто совместить. Спасибо. Спасибо. Прошу выступить Марию Александровну Пономареву, заведующего кафедрой Южного федерального университета, председателя Совета отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич. Добрый день, уважаемые члены президиума. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю за возможность поделиться тем опытом, который наработан историческим сообществом Ростовской области в оценке потерь среди гражданского населения. Согласно скорректированным данным Всесоюзной переписи населения в 1939 году в Ростовской области проживало более 2 миллионов 800 тысяч человек. По данным ЦСУ, численность населения после оккупации в области составили на 1 ноября 1944 года чуть больше 2 миллионов 100 тысяч человек. То есть убыль населения составила больше 600 тысяч человек. Сразу оговорю, что несмотря на достаточно серьезный научный задел по Ростовской области, впереди еще очень много исследовательской работы. И для начала коротко, что же нам удалось на данный момент сделать. С 2018 года в области историками Южного научного центра РАН был выигран и реализуется проект Российского научного фонда «Войны и населения Юга России в 18-м начале XXI веков. Демографические процессы и последствия». В работе принимают участие как сотрудники ЮНЦ РАН, так и представители Института истории ЮФО. И историки других вузов, краеведы, архивисты. Издан целый ряд замечательных сборников, архивных документов, статистических данных. В том числе подготовлена издана целая масса статей, в том числе по месячной убыли населения в Ростовской области во время Великой Отечественной войны. И проведен сравнительный анализ по регионам, южным регионам. Потери по жертвам уточнены в ходе работы над сборниками архивных документов без срока давности и помнит мир спасенный и других. В Ростовской области существует более 10 книг памяти по отдельным районам области. Конечно, коллеги при работе над демографическими данными учитывали все особенности, все сложности. И в целом о них, конечно, сказала Валентина Борисовна. Ну, например, что характерно для Ростовской области, если говорить о естественных воспроизводственных характеристиках, рождаемость, смертность, естественный прирост или убыль, конечно, сложный вопрос компенсировала ли миграция эти потери по Ростовской области, например. Или данные, собственно, о потерях мирного населения в Ростовской области тоже разнятся. Например, по данным ЧГК, по области потери составили более 95, даже 96 тысяч погибших, а угнаны на работы 84 тысячи 30 человек. По итогам работ было уточнено еще на 32 600 человек. В целом же понятно, что применялась разная методика и необходимо уточнение в дальнейшем этих данных. Кроме того, безусловно, особенности, которые присущи регионы, влияют на подсчеты этой мобилизации, уход на фронт, эвакуация, депортации. Начало, например, Ростовская область, это был, в частности, промежуточный пункт, конечный пункт эвакуации, и вот это тоже необходимо учитывать. Ну и наличие репатриантов, поскольку многие при возвращении предпочитали менять фамилии, скрывали факты, хождение с границей и так далее. Ростов, кроме всего прочего, после войны вошел в 10 наиболее пострадавших городов, были уничтожены, вывезены библиотеки и архивы. Часть данных необходимо восполнять из зарубежных источников, которые не всегда доступны, но до сих пор, например, приходилось идти на ряд допущений, например, при исчислении средней численности родившихся в период оккупации. Несколько слов, если позволите, конкретно по методике, которая применяется в последние несколько лет при реализации вот этих подсчетов. Во-первых, естественно, были учтены все ранее известные методики, не буду на них останавливаться, но в целом можно эту методику обозначить как опирающуюся на две важные позиции. Это комплексность и внимание к деталям. Были проанализированы, например, материалы множества архивов, как центральный ГАРФ, РГВИ, РГАСПИ, РГАИ и так далее, региональных архивов, ведомственных архивов. Широко использовались материалы периодической печати, проводились устные интервью с родственниками погибших, угнанных и глубинные интервью с экспертами, например, с поисковиками. А комплексность выразилась в анализе, например, свидетельств очевидцев записанных, компьютерных баз данных, книг памяти, статистических документов и так далее, охлебных карточек, именных списков захоронений разного рода архивных документов. Таким образом, в целом, материал по Ростовской области собран, есть определенный задел, однако необходимое уточнение в центральных и местных архивах их систематизация. Не велось изучение по муниципалитетам области, в том числе, собственно, по городу Ростова-на-Дону, по городу Таганрогу, другим крупным муниципальным образованием. Необходимо уточнить списки книг памяти по Ростову-на-Дону и Таганрогу и изучение необходимо помесячное, по сравнению с довоенным временем, по муниципалитетам, по отдельным районам. Такова ситуация и те цели, которые поставлены по итогам работам над этой проблемой историками области. Резюмируя свое выступление, хотелось бы предложить сделать акцент в будущем именно на региональных исследованиях и уже идти, что называется, от региона в целом. В частности, обратить особое внимание и соблюсти два важнейших фактора, внутренний и внешний, при данной работе в целом. Внутренний, который позволил бы говорить о справедливости полученных результатов и их адекватной верификации. В первую очередь, это необходима естественно единая методика оценки потерь для всех регионов. Кроме того, единая классификация, терминология, поскольку нужно говорить на одном языке, например, что считать, мирным населением и так далее. Максимальная полнота используемых в последние группы источников и видов и типов документов. И, наконец, внешний фактор, который позволит достичь научных результатов, но он не менее важен. И самое важное здесь, и то, что в Ростовской области зарекомендовало себя во время реализации проекта без срока давности, это тесное сотрудничество со всеми заинтересованными или имеющими отношение к изучению вопроса сторонами, то есть в обвлечении в исследовании не только историков, специалистов в регионе, но и поддержка со стороны органов власти, спецслужб, руководителей архивных служб, музеев, представителей общественных организаций, а также тесное сотрудничество с федеральными архивами и иными органами, которые обладают соответствующей информацией. Важно также сотрудничество с зарубежными архивами разными рода организаций. На наш взгляд, сочетание всех этих факторов позволит оценить должным образом потери гражданского мирного населения в годы Великой Отечественной войны не только по Ростовской области, но и, следовательно, провести компаративный анализ по стране в целом. Уважаемые коллеги, благодарю за внимание. Спасибо, Мария Александровна. Попрошу выступить Юрия Александровича Петрова. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, очень интересно сегодня участвовать в этом круглом столе. Мне кажется, подняты очень важные, актуальные для нас и в научном отношении, и крайне перспективные вопросы и темы. Я бы выделил то, что меня особенно привлекло как бы две позиции. Во-первых, статистика. Да, у нас до сих пор нет, как здесь говорили, железной цифры потерь, убыли гражданского населения. И я бы хотел обратить внимание на вот слова Андрея Николаевича, к которым я целиком присоединяюсь. И дело не в том, что какие-то документы лежали в шкафу и были закрыты и засекречены. Их просто не было. И мы сейчас пытаемся на основании первичных материалов, вы сегодня слышали об этом, на основании трудов наших предшественников, статистиков, пытаемся воссоздать эту картину. Собственно, в этом и заключается ремесло работы историка. Из массы источников он должен прояснить некую реальность, которая действительно имела место. И я бы сегодня, для меня это было бы очень важно подчеркнуть, что, конечно, эта работа требует самого широкого нашего единства. И наших обществ российского исторического, военно-исторического, нашей архивной и академической общественности, и музейной, разумеется. Вот мне кажется, что следующим шагом, Сергей Евгеньевич, могло бы быть такое создание некой программы, которая бы помогла нам, наконец, приблизиться к той цифре потерь, которую понесла наша страна в отношении гражданского населения. А вторая тема, это то, что я бы назвал, хотелось бы всех поименно назвать. Да, действительно, мы ведь за статистикой не должны упускать живых, то бишь тогда живых людей, которые погибли от рук или из-за оккупантов. Как это сделать? Вот то, что сегодня говорили, и все общественные движения без срока давности, и поисковики, и региональное отделение РИО. Мне кажется, что мы такими же совокупными нашими дружными усилиями можем хотя бы немного открыть имен. У меня особых людей нет. Понятно, что очень много людей просто безвестно сгинуло, и мы можем и не узнать, но попытаться. Но наш долг, я считаю, именно в этом и заключается. И если в каждом нашем селении, где сейчас есть памятные стелы с именами павших на войне, уроженцев этой деревни, этого села, если к ним добавится такая же стела с именами тех людей, кто погиб от действия оккупантов во время войны, мне кажется, это будет самый лучший результат, наряду с такими, конечно, большими мемориалами, о которых сегодня говорили. Мне кажется, очень важное и перспективное начинание. Спасибо. Спасибо, Юрий Александрович. Уважаемые коньяки, будем завершать нашу встречу. Сегодня мы обсудили самые разные аспекты вот этого большого проекта, уикавечения памяти мирных жителей Советского Союза, ставших жертвами геноцида во время фашистской агрессии. Аспекты действительно разные, исторические, нравственные, даже технологические аспекты реализации этого большого проекта. И я не побоюсь сказать, что сегодня мы подтвердили готовность и историков, архивистов, целого ряда общественных организаций, исполнительной власти регионов Российской Федерации взяться за эту большую работу. Спасибо, спасибо всем.